Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Начинаем очередной новый влог. Сегодня у нас будет не то, что влог, а чисто просто распаковка по ссылке, которая пришла мне позавчера, от тему. В каждом видео, как попугай, говорю одно и то же, просто, возможно, человек впервые зашел на мой канал и на это видео, и еще не в курсе, поэтому я вынуждена повторить. В инфобоксе в описании под видео есть ссылка на скачивание приложения тему. Если вы скачаете по этой реферальной ссылке, то вы получите пакет купонов. В разных странах цифра разная, например, в России вы ничего не получите и заказать оттуда ничего невозможно, но если, например, из Грузии, около 100 долларов вы получаете. Я, девчонки, просто как сумасшедшая подсела на микросумочки, они мне настолько нравятся, я их сочетаю с разными луками и заказала еще две новые микросумочки. На эту я смотрела достаточно долго, я знала, что она маленькая, но я не ожидала, что настолько, но в этот размер вмещается просто абсолютно все. Расцветка тут была разная, я взяла самую популярную, больше всего заказывали в этой расцветке, но цветов там было около 10, так что выбрать было можно. И да, по фотографии на сайте вы можете понять, что это не детские сумки, а просто из категории микросумки для взрослого. Также ремешок здесь идет очень длинный, то есть подходит для взрослого человека, и я просто в восторге от качества. Мне настолько нравится, что я еле держусь, чтобы не заказать еще одну микросумку, просто там такой огромный выбор, удержаться невозможно. Еще плюс цена супер бюджетная, стоила что-то в районе 9 долларов, вы просто посмотрите на эту прекрасную фурнитуру, как мне нравится, как она сделана, все настолько аккуратно и красиво и супер миниатюрно. Уже после того, как она мне пришла, у меня появилась идея собрать все миниатюрки, которые у меня есть, косметики, расчески и все остальное, и снять короткое видеошот, что в моей сумке. Я думаю, будет очень забавно, тем более она достаточно вместительная, несмотря на свой миниатюрный размер. Также, если вы после скачивания сразу сделаете свой первый заказ, обязательно используйте мой промокод, он даст вам дополнительную 30% скидку ко всем остальным. Честно признаюсь, я про это абсолютно не знала, поэтому свой первый заказ я пропустила, но если вы делаете свой первый заказ, то обязательно используйте это. Уже когда вы оформляете свой заказ, там есть раздел промокод, и вот в этот промокод вы пишете вот эти цифры, которые сейчас вы видите на своем экране. А я в свою очередь решила проверить вместительные сумки, несмотря на то, что она супер маленькая, ключи, парфюмы у меня помещаются, ключи от машины, здесь жвачка, резинка, заколка и все дела, даже расческа эта помещается. Метро карты и все остальные пластиковые карты, естественно телефон, моя лопата, 14 pro max, понятное дело сюда не поместится, ну а так все с легкостью поместилось, все необходимое, мелочи поместились просто идеально. Вам покажется это странно, но я настолько полюбила эту сумочку, она мне настолько нравится, это просто не передать словами, она супер красивая. Уже большие сумки мне совершенно не нравятся, и еще одну, кстати, сумочку я заказала, которую давно хотела, она в дороге, как только придет, я обязательно для вас сниму распаковку и покажу все это дело. В одном из предыдущих заказов я, если помните, заказывала вот эту сумку, ее тоже уже где-то, наверное, раз в пять носила с собой, мне она тоже очень нравится, а вот эту я заказывала с Trendyol, она чуть больше, и телефон здесь помещается, и все, что необходимо абсолютно. Ну а эта новиночка, добро пожаловать в нашу коллекцию, если вы думаете в этом заказе только она единственная микросумка, то вы ошибаетесь, дальше будет еще одна, которая мне понравилась чуть меньше, потому что в нее вообще ничего не помещается, кроме ключей. На фотографии они выглядели плюс-минус одинаково, но как оказалось в жизни, одна чуть больше, другая чуть меньше, сейчас вам покажу. Цена была на самом деле плюс-минус одинаковая, тоже что-то в районе 8-9 долларов, выглядит очень даже презентабельно, но я не могу назвать это сумкой, это скорее, наверное, какой-то аксессуар, как шарф, цепочка, браслет, вот что-то такое. Цвет я в этот раз решила выбрать что-то такое нейтральное, хотя когда я выбираю сумки, я еле себя сдерживаю, всегда мне хочется взять прям самую яркую. А потом я просто хожу как светофор, ну, в общем, в этот раз я взяла что-то более-менее приземленное, но такая же была зеленая, она смотрелась куда лучше, чем эта, поэтому я в конце взяла эту, но думаю, блин, зеленую тоже надо взять. Я получаю колоссальное удовольствие от онлайн-шоппинга, все товары, которые я вам показываю в распаковках, я обязательно использую, и я никому не отдаю эти вещи, не перепродаю. Буду стараться все блоги выкладывать и сюда, и вы убедитесь, что всеми этими вещами, которые я заказываю, я с удовольствием на протяжении долгого периода пользуюсь. То есть, если вы думаете, что эти покупки только для контента и просмотров, то нет, вы слишком хорошего мнения обо мне. Мне просто это все нравится, я это все равно заказываю, и я думаю, почему бы не делиться и с вами. Тем более из-за того, что сейчас убрали монетизацию на русскоязычном пространстве, очень мало контента, люди все меньше и меньше снимают, поэтому я решила переводить вот эти влоги и публиковать их сюда тоже. Естественно, мама, самый жесткий критик в моей жизни, не заценила эти сумочки, мама сказала, что это ужас какой-то, не надо их носить и все дела, но мне нравится, и я с удовольствием буду. И уже пару раз каждый из сумочек я уже гоняла, один раз в салон на кератин ходила с этой сумочкой, с другой гулять ходила, в общем, тоже влоги вам снимала, обязательно буду потихоньку выкладывать. И вот, смотрите, они кажутся плюс-минус одинаковые, но на самом деле то, что слева, она больше, она вместительнее, и если бы то, что справа была бы чуть-чуть побольше, было бы гораздо лучше. То есть просто элементарно туда из-за формы не помещается, например, карточка, метро-карта, любая карта туда не помещается. Артикулы, кстати, оставила, вы можете эти артикулы вбить в тему в поиск и найти эти сумки. Это так, чтобы вам было удобнее, ссылки оставлять я уже под видео не стала, думаю, так намного удобнее. Если товар найти у вас не получается, значит он просто закончился. А это мой промокод, который тоже не забывайте использовать, если после скачивания приложений не прошло 24 часов, и вы хотите сделать заказ и получить дополнительную скидку в размере 30%. В общем, я уже привыкла все, что касательно ногтей, там цвета, блестки, дизайны, все заказывать в тему, поэтому в этот раз я решила заказать целый сет гейлаков, потому что качество мне очень нравится, и сейчас вам подробно каждый оттенок покажу на Типси, как он распределяется легко. Сначала я заказала только один, потом еще один цвет, потом заказала термогейлак, а в этот раз я решила прям взять набором, потому что набором получается дешевле. Тут каждый я, получается, где-то за доллар купила, а если я покупаю, например, единичный оттенок, я плачу где-то около 2 долларов. А мы с вами что делаем? Правильно, экономим, поэтому берем целым сетом вот этот цвет. Это вообще нечто, и на фотографии цвета кажутся другими, но в жизни эти цвета мне понравились куда больше, нежели на фотографии. Причем, знаете, если брать мою палитру, этих оттенков у меня абсолютно нет, а то, что на фотографии было, точнее на картинке на тему, да, такие оттенки у меня были, поэтому я сомневалась, брать этот сет или нет. Пока что коррекцию делать мне жалко, хотя мне в комментариях написали, что твой гейлак выглядит очень колхозно. Девочки, мне нравится, мне с нюдом очень скучно ходить, поэтому меня все устраивает. Один раз я делала однотонный гейлак после френча, я не помню, вам показывала или снимала влог или нет, делала не сама, но в общем мне было очень скучно, я сходила и сделала, а потом где-то, наверное, через дней 10 уже пошла переделывать на что-то интересное. Как же я люблю все, что касается нейл-арта, просто обожаю 9 разных цветов, сеты были тоже разные, состоящие из разных оттенков, просто я посмотрела на свою палитру и подумала, раскинула мозгами, каких же цветов у меня нету, поэтому решила взять этот сет. Все новые оттенки хочу нанести на типсы и добавить вот сюда в свою палитру, чтобы мне было удобнее, я сама для себя клиент, сижу, рассматриваю, когда начинаю делать себе коррекцию. Кстати, обязательно пишите в комментариях, стоит ли снимать для вас видео, когда в следующий раз буду делать себе коррекцию. Сколько бы у меня атрибутов для ногтей не было, каждый раз хочется пробовать что-то новое, и в этот раз, буквально позавчера, я заказала втирку, и очень интересно ее попробовать, потому что раньше никогда подобные втирки я не использовала, в общем, такую палитру втирок заказала. Заказала где-то 2 дня назад, кстати, хорошо, что вспомнила, мне нужно это все дело задекларировать обязательно, а вы пишите в комментариях, стоит ли в момент коррекции опять снимать для вас контент. Мне кажется, получается безумно залипательно. На мой взгляд, опять же, все цвета наносятся просто идеально в один слой, только один цвет, он немножко полупрозрачный, лучше его наносить в два слоя, а так в основном все в один слой ложится просто идеально. Плюс еще такой момент, когда я наношу оттенок на типсу, я не наношу ни базу, ни топа, поэтому распределяться должно, в принципе, не так хорошо, но распределяется просто супер. В этот цвет я просто влюбилась, в следующий раз обязательно его буду использовать, сделаю какой-то гейтлак именно с ним, либо же, возможно, первый оттенок, который я вам показала, тоже из этого сета, но по-любому в следующий раз я буду делать что-то из этого сета. В принципе, цветами даже можно меняться, вот у меня очень много цветов, у жены брата еще больше цветов, и она мне каждый раз говорит, не покупай, мы можем с тобой меняться, но кто может меня остановить? Я сама не могу себя остановить. Я вот, знаете, каждый раз внушаю себе, что это все мне нужно, это все мне жизненно необходимо, ведь если бы я пошла в салон, я же потратила столько же, ничего страшного, закажу еще. И сейчас люди начнут мне говорить про экологию и все такое, давайте начнем сначала с одноразовой посуды. Одноразовые пакеты, моющие средства, которые в пластиковых упаковках, все это один раз используется и выбрасывается. Начинать нужно с этого, все мои вещи приносят мне радость, я их использую, а если даже использовать не буду, я заметила, что большинство блогеров в Азербайджане продают свои вещи, которые им не нужны. Если вещь в хорошем состоянии, почему бы ее не продать, и если я увижу, что вещей слишком много, я обязательно все продам, так что не переживайте. Некоторые вещи я просто отдаю, это тоже я практикую, так что все в порядке, не переживайте. А вот этот оттенок, вот как раз-таки тот, про который я вам говорила, он достаточно капризный, и его нанесла в два слоя. Все остальное отлично ложится и в один слой. У меня просто чисто, знаете, такая привычка, я всегда привыкла наносить гейл лак, если делаю сама себе покрытие или маме, обязательно в два слоя. Но если цветное покрытие нужно наносить три и более слоя, это уже, я считаю, бракованный материал, и подобное покупать не стоит. Но мне нравится качество гейл лаков, которые продаются на темно, по крайней мере, то, что мне приходило, было нормальное. Я протираю сверху спиртом, потому что надо было еще нанести топ, просто мне неохота было сушить в лампе, я просто прошла сверху спиртом, и все готово, можно добавлять в палитру. Короче, я с этим осталась довольна, уже руки чешутся, хочется переделать, но мне настолько понравился гейл лак, который я сделала в последний раз, что мне пока что жалко его переделывать. Минимум еще недельки-две похожу с ним, пусть придет втирка, и потом мы сделаем коррекцию. Этот аксессуар, кстати, я заказала чисто для мукбангов, когда у меня открытая шея, чтобы было разнообразие, и, в общем, заказала такую вещь. Это что-то вроде чокера, просто не сильно прилегает к вашему горлу, думаю, что будет классно, и заказала я его всего за полтора доллара, то есть стоило очень бюджетно. Вообще, я в последнее время увеличила число бижутерий в своей коллекции, и, можно сказать, на постоянной основе уже перестала носить солото, мне оно настолько надоело, честно. Но то постоянно что-то рвется, портится, теряется, я сережку недавно потеряла, потом у меня другая сережка порвалась, застежку одной цепочки испортилась, и мне так неохота к ювелиру идти, думаю, пойду куплю себе бижутерию, буду носить, если сломается, и переживать не буду. Ну и ювелирка — это определенные какие-то модели, какие-то пластмассовые модели, как правило, там не бывают, поэтому я в последнее время себе покупаю очень много бижутерии. Взяла себе большую футболку оверсайз, и думала, что она будет на мне сидеть очень-очень свободно, но прогадала. На фотографии на сайте на модели просто болталась, я подумала, что это прям овер-оверсайз, и взяла М-размерку. В отличие от Шейн, к сожалению, на тему, например, на фотографии стоит девушка, и внизу не указан, какой размер надет на этой девушке, и параметры девушки самое главное, на Шейн это все есть. Поэтому, не зная рост, вес модели, крайне сложно определиться с размером, если нет отзывов. Материал хороший, достаточно плотный, но, к сожалению, артикул не могу оставить, потому что он закончился. То есть, к сожалению, уже столько нет, я успела купить, так как мне очень понравился орнамент. Не знаю, насколько долго он будет радовать меня на этой футболке, возможно, после первой стирки уже все придет в некодность, но я вам в дальнейшем во влогах буду говорить про это. Еще заметила одну особенность, даже летние вещи на тему, они достаточно плотные, почти как зимние, в общем, эта футболка тоже, я думаю, прям на жаркую погоду не подойдет, она более такая зимняя. И вот, когда я гладила, я начала обращать внимание, что она не такая уже маленькая, в общем, мне размер подошел, могло бы быть чуть-чуть побольше на размерчик больше, но, в принципе, меня устроило. У меня есть такая привычка, когда я вижу вещь, мне почему-то всегда кажется, что она мне маленькая, а потом я надеваю, оказывается, что она большая, то есть я свои габариты как-то не особо чувствую. И вот так вот она сидит на мне, в принципе, нормально, зачем, чтобы она была больше. Но на модели прям был такой over-oversize, прям очень большая на ней была, к сожалению, фотографию не могу прикрепить, потому что товара уже нет в наличии, и в таком случае даже фотографию просмотреть невозможно. Я хотела сделать скриншот и сюда приклеить, но не получилось. Но, в принципе, невелика потеря, подобные футболки там полно, вы можете сами посмотреть, выбрать что-то, но очень плохо, что нет отзывов, потому что выбрать что-то именно из одежды очень сложно. Наверное, они не дают никаких плюшек за то, что люди писали отзывы, и люди их просто не пишут. Просто, к примеру, на Шейн, когда ты пишешь отзывы, ты получаешь баллы, потом эти баллы копятся, и ты можешь дополнить свой заказ. У меня не всегда так, около 5 долларов я получаю чисто баллы за свои отзывы. А здесь такого нет, или я просто не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях. По-моему, на тему такого нету, потому что я, например, написала пару отзывов, но я не видела, чтобы мне кто-то что-то дал за это. Следовательно, естественно, у людей не возникает никакой мотивации написать отзывы, и именно поэтому отзывов много, точнее мало, что я несу. Отзывов очень мало, и поэтому сложно выбрать размер. Еще заказала этот набор полотенец, стоил он около 20 долларов. Мама сказала, что возьми сразу несколько наборов. Я ей объяснила, что давай сначала возьмем один, если нам он понравится, если качество будет окей, мы закажем еще. Минимальный заказ на тему 25 долларов, что стоит набрать корзину в размере 25 долларов, особенно мне, человеку-шипоголику. Поэтому давай закажем один набор, понравится, закажем еще. Маме очень понравилось. Еще, естественно, надо затестить в использовании, помыть, посмотреть. Но пока что на первый взгляд, на мой взгляд, качество отличное, очень мягкие и хорошо впитывают влагу. Это, собственно говоря, сет. Здесь два маленьких полотенца для лица и одно большое для тела. Тоже разных цветов было, все это вкупик. Смотрелось так же, как и на фотографии. На мой взгляд, очень даже ничего. И, конечно же, самое главное, мамочка осталась довольна. И последняя вещь из нашей с вами посылки. Как-то видео слишком быстро заканчивается. Я не знаю, как правильно это называется. И на азербайджанском канале не знала, как называется. И здесь это сито. А, вспомнила сито. Ручное сито для муки. Сразу скажу, качество мне очень понравилось. Даже мама сказала, что закажи еще одно. Так что в следующем заказе будут чисто повторки. То, что нам понравилось. И мы повторно заказываем. Или, возможно, я даже не засниму для вас. Потому что это будет не особо интересно. Потому что в первом видео вы уже это все видели. В общем, там, походу, уже будет понятно. А вы в комментариях обязательно пишите свое мнение. Интересно ли вам на коррекции ногтей? Интересно ли вам распаковки посылок? Мне кажется, распаковки посылок особенно интересны и полезны. Потому что вы видите товар в жизнь. И потом уже его заказываете. Если товар плохой у меня не понравился, я говорю об этом. Если понравился, также обязательно говорю об этом. Также не забывайте подписываться. Всех люблю. Пока.